Испытания огнем и ветром предстоит пережить в ближайшие дни амурчанам. В воскресенье пожарные тушили около 30 возгораний. Огонь угрожал нескольким населенным пунктам. В Шимановском районе отстояли село Аносово. Экономность главы, которая отвечает за Аносово, поселение главы, которое не подновило с осени Минполосы, вчера нам стоило достаточно дорого в деньгах. Пришлось поднимать со свободного вертолет и в Аносово везти десантников, отбивать эту деревню. Потому что я точно знаю, что там Минполос у нас нет, на которые можно опереться. Главам районов поручили за день-два обахать село, если Минполос нет. Сложная пожарная обстановка сейчас в Магдагачинском, Селемжинском, Благовещенском, Октябрьском, Шимановском и Мазановском районах. Пожар номер 9 ликвидирован, пожар номер 10 ликвидирован, пожар номер 8 ликвидирован. Люди с 11 пожара будут переброшены на 5 и на 12 пожар, на усиление. В 6,7.30 у нас ушла машина на 5 пожар, куда мы повезли БСМ, продукты питания, батареи для средств связи. Причина подавляющего большинства пожаров – человеческий фактор. В ряде случаев территорию люди поджигали намеренно. Так, например, два пожара в Мазановском районе начались из-за аграриев. Сельхоз товаропроизводители в сельском поселении Роман-Кауцы запалили пожары, два штуки. Там у нас работают товарищи китайской национальности, арендаторы у фермера. И с этим вопросом нужно разбираться, тем более, что есть свидетели. В 8 утра в понедельник в регионе ввели режим ЧАЭС. Погода будет ветреной несколько дней. Всем службам объявили готовность номер один. 25 метров в секунду. То, что безопасно при 5, при 25 – это стихийное бедствие. Остановить это будет практически невозможно. Согрем не шутят. Мы это сегодня видим по тем территориям, где уже произошли несчастные случаи с большим количеством потерпевших. С 13 апреля в области под запретом выезд в леса. Жарить шашлыки и курить нельзя даже на турбазах. Запрещено поджигать мусор и сухую траву. Любое нарушение правил пожарной безопасности, связанное с огнем, будет жестоко наказываться. Вплоть до уголовной ответственности. Мы видим сейчас пример по Хакасии, где уже более тысячи домов сгорело. Там людям нужно быть предельно осторожными. Мало того, что с пожаром и с огнем, но и если в случае порывов ветра сильных, нужно находиться где-то в домах, в доме находиться. Лучше не выходить на улицу. Рейды в селах и в частном секторе городов сейчас проводят ежедневно. Накануне инспекторы составили 24 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. В период ЧАЭС штрафы доходят до полумиллиона рублей для юридических лиц и до 30 тысяч рублей для обычных жителей. Во всех районах работает группа патрулированная. У нас выставлены в районах вышки наблюдательные, где стоят наблюдатели и наблюдают за пожарной обстановкой. Выставлены шлагбаумы на въезде в леса. Сделали, как говорится, отсыпали дороги, которые нестационированы, проходят по лесным массивам. То есть работа ведется, все меры принимаются, но население у нас пока, как говорится, не воспитано. Сильный ветер опасен не только пожарами. Жителям рекомендуют не парковать машины под рекламными щитами и у больших деревьев. Возможны и обрывы линий электропередачи. Энергетики просят поговорить с детьми, чтобы они не дотрагивались до оборванных проводов. Наталья Храмова, Кирилл Захаров. Альфа-Новости. Альфа-Новости.